На старых черно-белых снимках жизнь словно остановилась. Страх, ужас и паника овладевают душой, когда видишь все то, что происходило здесь совсем недавно, каких-то 80 лет назад. Все это – жизнь оккупированного немецкими войсками Бреста, ранее просторного и очень уютного города. Фотодокументы, книги, личные вещи узников гетто стали экспонатами большой выставки, открытой в областном краеведческом музее. Символичное название «Бессрока давности» вторит здесь еще одному важному для белорусов афоризму «Никто не забыт, ничто не забыто. Так было, так есть и так будет». Тема эта будет актуальна всегда, вне зависимости от времени года, потому что, не зная своего прошлого, мы никогда не будем иметь будущего. И вот эту связь, историческую связь поколений, мы хотим донести до наших посетителей, в первую очередь, конечно, до молодых людей, чтобы люди знали, какой ценой была завоевана наша победа. На этой именно выставке мы представляем свыше 80 предметов, предметы из разных коллекций, из шести вообще, документальные, фото документальные, фалеристики, живописи, графики, оружие и снаряжения. Это первое. Второе. Оказалось так, что комплектовались предметы по этой теме, начиная с 1953 года. И это были как раз личные вещи защитников северного городка, которые были обнаружены при проведении раскопок, как раз в 1953 году. Они, собственно говоря, и заложили основу. Впоследствии тема дополнялась новыми материалами. История каждого из экспонатов – это история семейная и история общая, всенародная. В рамках торжественного открытия экспозиции об этом говорили не раз участники мероприятия. Так как Брест-Сороковых был местом проживания большого количества евреев, представители этой национальности пострадали здесь особенно. Об этом скорбят те, кто проживает в областном центре сегодня. Безусловно, те преступления, которые совершили фашисты и их пособники, не имеют срока давности. И это должны помнить сегодня не только мы, люди старшего, среднего поколения. Об этом должна знать молодежь. Они должны знать о той участи, которая могла их, их бабушек, дедушек, матерей и отцов ожидать, если бы здесь остановился фашистский режим. Дополнили экспозицию материалы, переданные представителями прокуратуры в рамках работы над уголовным делом по факту геноцида населения Беларуси. Последование уголовного дела, возбужденного по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период активно продолжается. Вместе с тем мы нацелены не только на установление всех фактов злодеяний фашистов, но и на увековечивание памяти безвинно убитых граждан. Именно с этой целью сегодня и открывается выставка в областном центре. Все представленные на выставке предметы отголоски той страшной войны. Но ужас и горечь, принесенные фашистами сюда, навеки останутся особой страницей в истории народа. Познакомиться с экспозицией и ее уникальными предметами можно будет до конца января.